Мы с мужем вот здесь в конце 2015 года купили квартиру, и вот у нас мама решила к внуку поближе переехать, чтобы быть, и в конце 2016 года, получается, вот она купила в следующем доме квартиру. В застройщике Анна с супругом даже не сомневались. Их квартиру в доме на Гагарина 70 сдали в срок. Работы были выполнены качественно. Рассчитывали, что и с соседним домом стройиндустрии на Гагарина 72 события будут развиваться аналогично. Но в январе строители на объекте перестали появляться. Застройщик поначалу пытался успокоить дольщиков, уверял, что ведутся внутренние работы. Но в апреле стало известно, что стройка заморожена. И тут в Алакжане начали бить во все колокола. Мы написали сначала всем письма, чтобы взяли ситуацию под контроль. Но как бы осложнялось все тем, что мы еще не обмануты дольщики. И стройиндустрия официально не простановила деятельность. Как раз после того, как мы написали в администрацию города, нас пригласил на встречу Сергей Варапанов. С тех пор власти и участники долевого строительства двух объектов подведомственных стройиндустрии Гагарина 72 и Пугачева 48 встречаются в еженедельном режиме. Рабочую группу возглавил первый заместитель мэра Сергей Варапанов. Каждый раз власти рассказывают дольщикам о проделанной за неделю работе. На последней встрече стало известно, что переговоры с инвестором, который достроит два дома компаний стройиндустрия, вышли на финишную прямую. Предполагается, что в этой роли может выступить страховая компания «Респект». Мы находимся в финальной стадии переговоров. Страховая компания выставила несколько условий, которые мы сейчас пытаемся решить. Страховая компания сейчас рассматривает несколько застройщиков из Вологды, из Череповца на предмет финансовой устойчивости, на предмет наличия трудовых ресурсов, техники и так далее. То есть они хотят выбрать компанию, которая, безусловно, выполнит работы по достройке объектов. На такое решение и надеялись все эти месяцы более 350 дольщиков стройиндустрии. По закону обманутыми они не считаются, ведь ни по одному из домов сроки сдачи ещё не подошли. Но областные и городские власти сработали на опережение и вовремя вмешались в урегулирование отношений между застройщиком и волокжанами. И такой диалог дольщиков вполне устраивает. Сейчас очень много провокаций в наш адрес поступают, провоцируют людей на необдуманное действие. Сейчас мы конструктивно работаем с администрацией, в одном русле, в одном направлении движемся. Я не хочу на улицу идти. Если меня в дверь пускают и отвечают на мои вопросы, я передаю эти ответы дольщикам. Мне кажется, это более правильный цивилизованный. Закрепить все договорённости, связанные с завершением строительства домов, стороны намерены с помощью меморандума. Предполагается, что это будет соглашение между правительством Вологодской области, администрацией Вологды, руководством стройиндустрии и новым инвестором. Каждая сторона в этом документе обозначит свои позиции, чтобы на этот раз участники долевого строительства, наконец, получили долгожданные ключи от квартир. Екатерина Шабалова, Михаил Протасов, Вологды РФ